В настоящее время мониторинг социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Вологодской области является такой постоянной заботой исполнительных органов власти. Ни для кого не секрет, что в ежедневном режиме мы эту ситуацию мониторим, отрабатываем с торговыми сетями, заносим соответствующие статистические данные. И в режиме еженедельного отчета эта информация ложится и на стол губернатора Вологодской области, и точно так же поступает в федеральный центр. Поэтому вот та ситуация, которая произошла в конце ноября, в начале декабря, она естественно сразу была заметна, и таким ажиотажным обсуждением в социальных сетях возникли вопросы повышения цены на сахар и на растительное масло, на подсолнечное масло в первую очередь. И на это тут же отреагировал федеральный центр 16 декабря 2020 года поручением президента Российской Федерации, Министерству промышленности и торговли, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации было поручено урегулировать этот вопрос. Вопрос был урегулирован путем заключения соответствующих соглашений. Эти соглашения делятся на такой двухуровневый процесс заключения соглашений. Первое соглашение это соглашение, которое касается непосредственно производителей этих товаров, я имею ввиду те заводы, которые производят эти товары. В рамках этого соглашения были установлены предельные, так называемые, отпускные оптовые цены от самих производителей. И второе соглашение, оно уже касалось федеральных сетей, региональных сетей, и к этому активно подключились регионы. Мы сегодня проверяли цены на два типа продукции, это сахарный песок и масло рафинированное, дезодорированное. Масло подсолнечное. Мы проверяли эти цены, потому что было принято решение на федеральном уровне о том, что по данным продуктам зафиксирован высокий рост цен, по темпам, которые опережают сезонные изменения цены стандартные. И поэтому было предложено всем производителям и продавцам продукции данной присоединиться к соглашению по ограничению цены. Соответственно, у розничного продавца цена ограничена на сахарный песок на уровне 46 рублей за килограмм. И по маслу подсолнечному на уровне 110 рублей за литр. И это касается, в первую очередь, основных типов продукции, которые наиболее популярны у покупателей, а это наша российская продукция и именно эти две группы товаров. Мы сегодня посетили один из магазинов, одной из крупнейших вологодских сетей региональных и два магазина федеральных сетей. И везде мы фиксируем, что цены соблюдаются. То есть те предприятия торговли, которые присоединились к соглашению, они выдерживают эти цены на территории сервиса Вологодской области. Мы считаем, что эти цены на сегодняшний день являются максимально допустимыми с точки зрения обеспечения такой социальной стабильности в обществе. И, естественно, бизнес, как сторона, которая принимает на себя определенные социальные обязательства, потому что для них это тоже немаловажно, сохранение покупательского спроса, решение всех вопросов со своими покупателями на взаимовыгодной основе. Естественно, бизнес, который считает для себя возможным такую работу, подключился к таким соглашениям. Субтитры создавал DimaTorzok